Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца. Сегодняшний ролик будет посвящен поливу и подкормкам винограда. Конечно же, в разные периоды года виноград поливать и подкармливать нужно по-разному. Все зависит от того, какие стадии роста, в какой фазе находится виноград. К тому же, поливы и подкормки молодого винограда до 3 лет отличаются от взрослого винограда, которому 3 и более лет. Все поливы, все подкормки нужно учитывать от потребностей винограда, что ему в данный период времени нужно, и естественно, такие подкормки и поливы проводить. Но сейчас подробно на эту тему и поговорим. Разберем с самого начала, с момента, когда мы открываем виноград, ну и практически до того момента, когда мы его снова укрываем на зиму. Это очень важная и обширная тема, так что в двух минутах, конечно, тут все не рассказать, но у кого хватит терпения, тот, конечно же, все узнает. И у него будет прекрасный и отличный виноград. Чтобы не тратить лишнее время, чтобы комбинировать операции, мы всегда полив и подкормку совещаем. Только в зависимости от времени эти подкормки изменяются, полив изменяется. Не важно, что у нас, допустим, сейчас закрытый грунт и мы находимся в теплице, корни у винограда уже давным-давно за пределами теплицы. И если на улице идут дожди, а у нас бывает такое вот, уже последние годы, лето, ну как минимум, месяц льет напролет и температура где-то 13 градусов. Конечно, в таких условиях поливы уже не требуется, но вот подкормки все равно будут нужны. Сейчас мы рассмотрим обычную схему, когда у нас атмосферные осадки нормальные, скажем так, не заливают, но и не совсем засушивают. Естественно, в зависимости от того, какие идут осадки, немножко нужно будет сокращать поливы или наоборот увеличивать. Но принцип основной будет стандартный. Мы вернемся в самую раннюю весну, когда, в принципе, у нас вот за бортом теплицы еще лежит снег, но уже в теплице достаточно тепло и мы вынуждены открывать виноград. Это где-то примерно середина апреля месяца. Вы, конечно, делаете корректировочку на свой климат, на свои условия, но принцип будет все равно примерно такой же. Как только мы открыли виноград, тут же мы делаем полив. Объясню почему. Причем полив нужно делать обязательно теплой водой, потому что земля на тот период очень холодная. Если в теплице жара, то земля абсолютно промерзшая и нужно ее немножко разогреть, нужно дать сдвижку корневой системе. В противном случае у нас лоза проснется, но так как питание, так как влагу не дают корни, бочки все могут высохнуть. Как видите, у нас бочки выставлены по всей теплице. Действие бочек в данном случае многофункционально. Кроме того, что они как естественные натуральные батареи служат, то есть днем у нас вода нагревается, а ночью она дает тепло. Тем самым мы боремся с возвратными забросками. Плюс ко всему, нагретая вода, естественно, подавая ее корневой системе, поливая виноградник, это большой плюс. Корневая система пока находится еще в холодном состоянии, а теплая вода ее быстрее пробудет. Эта поливочная система у нас постоянно обновляется, то есть мы выливаем теплую воду с утра, заливаем холодную в бочке и за день она нагревается. Опять же, к ночи мы имеем натуральную, естественную батарею. Но мы не просто будем поливать корневую систему, а простимулируем ее, сделаем одновременно подкормку комплексным удобрением. То есть и полив, и подкормка у нас будет одновременно. На подкормку, конечно, корневая система отзовется быстрее, и корешки начнут восстанавливаться, начнется новый рост, и это нам нужно. В большие бочки мы развели комплексы минерального удобрения. Конечно, в состав обязательно должны входить немного азота, большая часть фосфора, калия и большой спектр вообще макро- и микроэлементов. Все это нужно для того, чтобы запустить корневую систему, чтобы корни быстрее восстановились после зимы. Часть корешков отмерла, часть корешков повредилась, а вот такая вот подкормка стимулирует корневую систему к доращиванию. Мы завели это удобрение, и сейчас вот этой уже теплой массой будем проливать весь наш виноградник. После полива набираем воду, и, конечно же, в этих бочках больших мы будем заводить уже азотное удобрение. То есть будем разводить коровяк, это уже для последующих подкормок, когда у нас откроются почки, когда начнет расти зеленый прирост. Как у нас организована поливочная система, тоже есть у нас отдельный ролик там по посадке винограда. Можно все посмотреть, опять же, в плейлисте по выращиванию винограда. Конечно же, подкормка молодых кустов отличается от тех, которые уже плодоносят. В принципе, подкормку для молодых кустов первого-второго года роста вообще можно не делать. Их самое главное поливать, чтобы был рост, чтобы эти молодые кусты не жировали. Иначе жирующая лоза не вызревает, и у нас может быть вообще год потерян. Поэтому все молодые кусты мы поливаем точно так же, как взрослые, а может быть даже еще и чаще. Еще очень важный момент с молодыми кустами. Так как мы их не подкармливаем, но вот периодически нужно делать обязательно обработки комплексными удобрениями по листу. То есть молодые кустики очень сильно реагируют на перепады температур. А у нас такие перепады. Днем может быть жара, а ночью будет плюс 4 или плюс 6 градусов. И все кусты захлорозят. Нехватка магния, кальция, железа, ну и других микроэлементов очень сильно сказывается на росте растения. На листьях, на их цвете. Ну и естественно на том, как лист потом питает этот куст. Молодые растения нужно регулярно, хотя бы раз в 2 недели, обрабатывать комплексными удобрениями, в состав которых входит большой спектр микроэлементов по листу. Не надо под корень лить, обработаем по листу. При обработке такими комплексными удобрениями по листу, нужно уменьшать отрекомендованную концентрацию примерно в 2 раза. Почему? Потому что листья очень нежные, я сделал концентрацию точно так же, как написано на пакетике, и на некоторых сортах получились ожоги. Это ожоги удобрениями. Вот такого допускать ни в коем случае не стоит. Поэтому лучше уменьшить концентрацию, рекомендованную на пакете. Если микроэлементы попадут на лист, лист будет хороший, вот такой вот зеленый, но ни в коем случае не обжигайте. Вот эти листья уже недееспособны. И теперь нужно будет ждать, пока нарастут новые. Это потеря времени, а в наших условиях это недопустимо. Это скажется однозначно на вызревание лозы, и конечно же скажется на росте будущего года. С этого момента молодой виноград мы просто поливаем, а уже взрослый виноград поливаем с удобрением. Лучшее адзотное удобрение это коровяк. То есть они у нас не просто так стоят для красоты, а постоянно работают. Как только у нас побеги станут где-то 5-10 сантиметров, ну вот уже буквально через парочку дней, мы уже начнем подкармливать коровячком. Конечно, это концентрат, сюда мы накладываем по 4-5 ведер на бочку, с водичкой будем поливать. Если у вас нет коровяка, подойдет конский навоз, если у вас нет конского навоза, подойдет отлично куриный помет. Но все это нужно для эффективности сбродить, то есть поставить в бочку и пусть оно там настаивается 2 недели. Вот у нас сейчас коровяк настоялся, и я покажу как мы удобряем. Итак, под каждый куст, прежде чем внести коровяк, а у нас он получается достаточно концентрированный раствор, мы наливаем вот такую вот лужицу. Одну лейку я выливаю прям непосредственно сюда. И у нас уже не настолько концентрированный раствор получается. Если просто коровяк под корень налить, конечно же у вас будет ожог, и весь виноград у вас погибнет. Сейчас еще подождем, пусть все это дело разбавится. Чем ниже будет концентрация, тем лучше. Лучше в данном случае не докормить, чем перекормить. Перекорм всегда обжигает корни, от этого гибнут и листья, и грозди, и все можно потерять. Таким образом у нас получат питание поверхностные корни. Но также нужно питать и глубокие корни, которые у нас находятся в самом низу кормовой ямы. Здесь у нас уже все, концентрация стала самая то, примерно как зеленый чай. И нужно подкормить еще нижние корни. Тоже сначала опять же заливаем туда воды, ну литров, наверное, 50. Сколько не жалко. Теперь заливаем подкормку. Вода ушла. И тоже сначала концентрат нельзя заливать. Обязательно сначала налейте водичкой. Примерно раз в неделю, раз в полторы недели мы поливаем весь виноградик. Но, естественно, совмещаем его с азотным удобрением, с поливом, с настоем коровика. Тем самым мы убиваем двух зайцев. И до момента начала цветения эти все подкормки мы производим. На момент цветения все поливы и все подкормки мы останавливаем. Это очень важно. И об этом говорят многие источники. Ждем пока у нас весь виноград опылится. Потому что сроки у винограда опыления немножко сдвигаются. Один уже, скажем так, опылился, другой еще только зацветает. Вот как весь виноградник у нас опылится. Видно вот со спичечную головку и больше ягодки уже не опадая. Значит, мы можем судить об опылении. И вот с этого момента, опять же, нужно усиленно поливать виноград и подкармливать. Чтобы получить хороший урожай, нужно же, конечно же, дать возможности, опять, дать азотное удобрение, подкормить коровичком, чтобы у нас ягодки наливались. Вот, когда уже в такой стадии, можно уже судить об опылении. То есть, ну, потрясли гроздь, лишнее что-то отпало. Но ягодки, которые завязались, которые опылились, они уже не отпадут. И одновременно на винограднике есть вот такое вот опыление и, грубо говоря, зависть. И уже вот такие вот ягоды. И тут, опять же, каждую неделю, можно даже немножко чаще, раз в пять дней, нужно обязательно подливать обильно виноград и, конечно же, подкармливать коровиком. И такие совмещенные поливы с подкормкой мы продолжаем вплоть до того, как начинает краситься ягода. И вот здесь вот все совершенно меняется. Во-первых, до этого была азотная, теперь у нас подкормки только калийно-фосфорные. Во-вторых, я раньше говорил, что вот в этот период мы полностью заканчиваем поливы, но дожди вели свою коррективу. Даже если у нас виноград находится в теплице, как только начинаются заливные дожди, а в августе это, как правило, всегда происходит, ягода трещит со страшной силой. Вот чтобы этого не происходило, нам нужно будет полив сократить, но постоянно поддерживать влажность у корневой системы винограда. И в этом случае, как только пойдут дожди, у нас ягода не будет трещать. Это единственный способ. Причем в этот же момент мы и прекращаем поливы молодого виноградника. Ну, практически совсем. Единственное полива у молодого виноградника нужно делать такие, чтобы он совсем уж не засох. Чтобы излишняя влага не вызывала у него бурный рост, чтобы начинала вызревать лоза. И вот тут очень важный момент. Как на молодом винограднике, так и на взрослом. Теперь поливы мы сократили практически до ноля, но нужно вводить обязательно подкормки калийно-фосфорные. Эта подкормка стимулирует вызревание как лозы, так и ягод. Для приготовления маточного раствора нам понадобится 1 литр древесной золы или пепла и 10 литров воды. Точно так же, как и в августе, обрабатываем обязательно виноград по листу, но концентрацию уже калийно-фосфорных удобрений можно увеличить в 2 раза. Раньше мы делали концентрацию настоя золы 1 банку на 10 литровое ведро воды, то теперь уже 2, а то и 3 банки концентрата на 10 литровое ведро воды. Листья, вот видите, они не горят, то есть нормально. Мы их постепенно приучали калийно-фосфорным удобрениям и сейчас все хорошо. Если вы используете минеральное калийно-фосфорное удобрение, точно так же постепенно дозировку от рекомендованной в инструкции увеличивайте в 2-3 раза, но не больше. Обязательно обрабатываем вечером, чтобы у нас листья солнышко не обожгло. Примерно на закате уже ожога не будет. И обязательно обрабатывайте как с нижней стороны листа, так и с верхней. Потому что и нижняя, и верхняя сторона листа очень хорошо впитывает удобрение. И эти подкормки нужно уже делать достаточно часто. Стараться выдерживать где-то 5, ну максимум 7 дней. Чем больше мы обрабатываем, тем быстрее вызревает лоза и тем быстрее красится ягода, набирает больше сахара. Без калия и фосфора эти процессы не пройдут нормально. Подкормки вытяжкой золы по листу не только дают стимул к вызреванию лозы и грозди, но а также защищают наш лист. То есть достаточно сильная щелочная среда не дает различным грибковым заболеваниям в этот период нормально развиваться. Она их в значительной степени гасит. И этот эффект тоже мы используем. Тем более в период вызревания урожая, конечно же, уже какие-то системные фунгициды использовать не стоит. Сами виноград же кушаем. Очень важно, хоть мы и не поливаем молодые кусты, одна-двухлетняя, но в этот период их точно так же, а может даже и чаще, нужно обязательно обрабатывать калийно-фосфорным удобрением, чтобы лоза у нас обязательно вызрела. Как правило, все калийно-фосфорные подкормки дают очень хороший результат. И лоза, и грозди значительно быстрее созревают. Ягоды набирают быстрее сахар. На следующем этапе, как только у нас созрели кисти винограда, его нужно тут же убирать. В серебных условиях держать грозди на кусту нельзя. Снимаем виноград, но калийно-фосфорные подкормки мы не прекращаем. Наша задача добиться максимального вызревания лозы по всей древне. И чем она лучше вызреет, тем лучше она у нас перезимует. Поэтому калийно-фосфорные подкормки мы проводим до самых заморозков. Итак, у нас созрел урожай, у нас вызрела лоза, уже даже ударили возвратные заморозки, практически опал лист. Все это время мы виноград подкармливали калийно-фосфорными удобрениями, но практически не поливали. То есть поливы были минимальные, мы не допустили его иссыхания, но в то же время добились максимального вызревания лозы. И вот теперь уже, казалось бы, можно ничего не делать, но перед тем, как виноград уложить на хранение, то есть накрыть его на зиму, обязательно нужно сделать обильный влагозарядковый полив. С одной стороны, такая влагозарядка не дает вымерзать в корневой системе, так как она связывается с нижними, более теплыми слоями земли, и всю зиму будет от них брать тепло. С другой стороны, влагой хорошо напитывается как корневая система, так и лоза, что опять же улучшает ее зимовку. Ну и на этом все подкормки и поливы у нас заканчиваются. Итак, зная вот эти вот простые принципы полива и подкормки, с виноградом у вас не должно быть никаких проблем, как с его ростом, так и с возреванием ягод и лозы. Главное своевременно и в определенной последовательности выполнять мои рекомендации. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Добрый успехов и до новых встреч!